Активная кампания по вакцинации против гриппа продолжается. Сотрудники Барановичского зонального центра гигиены и эпидемиологии личным примером показали, что прививаться нужно и безопасно. В Барановичском колледже легкой промышленности назначен новый руководитель. Им стал Артур Пташук, занимавший должность заместителя директора по учебно-методической работе. В Барановичах продолжается месячник безопасности при пользовании газом в быту. Работники газовой службы настоятельно рекомендуют своевременно менять устаревшее газовое оборудование и установить датчики угарного газа. В отделении ЗАГС Барановического горосполкома открылась музейная комната истории свадебной атрибутики «Времен, связующая нить». В экспозиции фотографии и документы разных лет, старинные церковные книги, а также свадебные платья и костюмы 20-70-х годов. Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Вести Барановичи». Компания по вакцинации против гриппа продолжается. По данным Зонального центра гигиены и эпидемиологии, прививку уже сделали около 37 тысяч жителей города и Барановического района. Из них почти 7 тысяч – дети. За счет средств организации привито более 8 тысяч человек. Репортаж из Зонального центра гигиены и эпидемиологии, сотрудники которого ежегодно делают прививку против гриппа. Компания по вакцинации против гриппа в Барановичском регионе продолжается. Каждый год этот вопрос вызывает бурные дискуссии. Кто-то выступает за, кто-то против стульмасового охвата. В конечном итоге выбор, делать прививку или нет, всегда остается за человеком. Главный государственный санитарный врач города и Барановичского района Сергей Плескоцевич собственным примером показал, что вакцинироваться нужно и безопасно. Прививка против гриппа – это не только защита каждого сотрудника и человека от данного коварного заболевания, но это создание хорошего коллективного иммунитета. Как показывает практика, последних пяти лет практически каждый работник нашего центра прививается от гриппа. И как результат – единичные случаи заболевания как острыми респираторными вирусными инфекциями, так и отсутствие гриппа среди работников нашего учреждения. Поддержали руководителя и сделали прививку против гриппа и сотрудники зонального центра гигиены и эпидемиологии. Они, пожалуй, лучше других знают, как опасен грипп, поэтому ежегодно делают прививку от гриппа. Специфика работы у нас такова, что мы часто работаем в организованных коллективах, в закрытых учреждениях, где большой риск заболеть данной вирусной инфекцией. Поэтому каждый из нас знает, что прививка – это, наверное, самая важная защита от данного заболевания. В этом году в Беларусь идут новые виды гриппа. По данным Минздрава, в стране будут циркулировать три штамма гриппа, один из которых под названием «Мичиган» совершенно новый. По словам медиков, к такому повороту событий они готовы. 40% привитых – это та цифра, к которой стремятся медики. Хочу также отметить, что на сегодняшний день жители города и района нашего активно участвуют в этой массовой кампании иммунизации против гриппа. На сегодняшний день уже привито порядка 25 тысяч населения, и на сегодняшний день это очень большая цифра. Я думаю, что активная вакцинация поможет нам избежать в этом году проведения каких-то карантинных мероприятий на территории города и района. Вакцинация – самый эффективный способ профилактики гриппа. В прошлом эпидемическом сезоне среди заболевших 95% не были привиты. Иммунизационная кампания в Беларуси продлится до 1 декабря. Чтобы сделать прививку, достаточно обратиться в поликлинику по месту жительства. Уважаемые телезрители, 4 ноября с 9 до 12 часов состоится прямая телефонная линия с управляющим делами Брестского областного исполнительного комитета Юрием Иосифовичем Наркевичем. Волнующие вопросы можно задать по телефону в Бресте 8 0 162 21 31 21. Новый руководитель назначен в Барановичском колледже легкой промышленности имени Чернышева. Им стал Артур Пташук, работавший до этого заместителем директора по учебно-методической работе. В церемонии вступления в должность приняли участие заместитель председателя горысполкома Алексей Горбуз и заместитель председателя концерна Беллегпром Александр Яковчиц, которые вручили благодарности прежнему директору Александру Лису. В Барановичском колледже легкой промышленности имени Чернышева новый руководитель. Им стал Артур Пташук, который до этого занимал в колледже должность заместителя директора по учебно-методической работе. В церемонии вступления в должность приняли участие заместитель мэра горысполкома Алексей Горбуз и зампредседателя концерна Беллегпром Александр Яковчиц. Слова искренней благодарности звучали от коллег в адрес Александра Лиса, который проработал директором более 20 лет. В дальнейшем он будет трудиться в качестве заместителя начальника. Мне хочется высказать искренние слова благодарности от имени городского исполнительного комитета Лису Александру Александровичу за те годы работы, которые он возглавлял, наш колледж легкой промышленности. Всегда между городским исполнительным комитетом и колледжем абсолютно не было никакого недопонимания. Всегда мы работали как партнеры и решали совместные задачи. К новому руководителю колледжа, потому что Артур Владимировичу мне хочется пожелать всяческих успехов, потому что ему необходимо не просто сохранить, но и приумножить все то, что сегодня наработано в нашем колледже легкой промышленности. И мы в дальнейшем продолжим совместную работу по подготовке профессиональных компетентных кадров для легкой промышленности как города, так и республики. Новый руководитель колледжа Артур Владимирович начинал свой трудовой путь в 2009 году преподавателем. Ему пожелали сохранить и приумножить то наследство, которое досталось ему от прежнего директора. Ведь именно благодаря ему в последние десятилетия колледж готовит специалистов по 11 специальностям, в отличие от других средних заведений страны, где набор ведется на 5-6 направлений. Я уверен, что он сегодня, приняв коллектив, будет работать в нашем русле и будет работать так, как нужно для того, чтобы подготовить высококвалифицированные кадры. Поэтому удачи я хочу ему пожелать, а самое главное, наверное, здоровья. Коллективу нашему, я уже сказал, это самый лучший коллектив. И колледж, если честно, это лучший колледж в Республике Беларусь. Выпускники колледжа востребованы не только экономикой города, но и всей страны. Учащиеся являются подлинной кузницей кадров для легкой промышленности Республики Беларусь. Ежегодно дипломантами областных и республиканских конкурсов молодых дизайнеров одежды, олимпиад, выставок, смотров, спортивных соревнований становятся многие студенты колледжа коллектива художественной самодеятельности. В достижении высоких результатов им помогает коллектив профессионалов. В учебном заведении работает более 85% преподавателей первой и высшей категории, которые возлагают большие надежды на нового руководителя. Ведь его знания и новые идеи помогут покорить новые вершины. Наш колледж является одним из ведущих колледжей легкой промышленности в Республике Беларусь. Мы будем продолжать готовить кадры среднего звена для легкой промышленности города, республики. Мы относимся к концерну Белолегпром, поэтому в первую очередь эти предприятия мы обеспечиваем квалифицированными специалистами. Ну и, конечно же, будем стараться привносить какие-то инновации в учебный процесс, всегда сотрудничать с исполнительным комитетом и с предприятиями концерна. В 2018 году ожидается открытие второго учебного корпуса. Со 2 октября по 1 ноября в нашем городе проходит месячник безопасности при пользовании газом в быту. Природный и сжиженный газ во многом облегчает нашу жизнь, но при неумелом и халатном отношении к нему подвергает жизнь опасности. Чтобы избегать печальных инцидентов, необходимо выполнять плановое техническое обслуживание и соблюдать правила пользования газом в быту. Человек так устроен, что привычных вещей перестает опасаться. К этому правилу можно отнести газ, который привносит в нашу жизнь комфорт и удобство. При этом мы забываем, какую опасность он таит при неправильном обращении. Чаще всего несчастные случаи происходят при эксплуатации проточных водонагревателей, газовых колонок и газовых котлов по причине неудовлетворительного состояния дымовых и вентиляционных каналов. Когда пользуются газовыми приборами, особенно в кухне, если котел, колонка, плита, обязательно должен быть решен вопрос притока свежего воздуха. То есть, открываете форточку, когда работает, ни в коем случае нельзя заклеивать вентиляционные каналы, потому что иногда зима начинается, люди с целью экономии начинают заклеивать. Нет, приток свежего воздуха, он должен всегда быть в том помещении, где газовое оборудование установлено. На это очень надо застрять внимание, чтобы избежать несчастного случая. Во время месячника сотрудники предприятия «Баранович и газ» проверят ли справность оборудования, наличие тяги, исправность автоматики безопасности, нет ли утечки газа, а также акт проверки технического состояния дымовых и вентиляционных каналов. Датчик угарного газа сегодня единственный способ своевременно узнать об опасности. На определенном этапе было очень много установлено алюминиевый гофр, но это, в принципе, воздуховод, и они обеспечат безопасность дымоудаления. То есть угарный газ может элементарно через гофру проникнуть в помещение. В связи с этим, мы, так сказать, и рекомендуем, и требуем именно устанавливать вот такие кислотостойкие с нержавеющей стали трубы. Они гладенькие, их поверхность гладкая, нет возможности, так сказать, дымоудаления свободно будут уходить. И, значит, еще дополнительно хотел бы сказать, что при установке вот таких дымотводящих патрубков можно поставить, особенно у кого стоят газовые котлы, колонки, извещатель угарного газа. Вот, так сказать, он всегда покажет вам, что наличие, ну, естественно, вы сможете принять определенные меры, вызвать там газовую службу и открыть форточку дополнительно проветрить. Зачастую некоторые жильцы не хотят пускать в свою квартиру или дом представителей газовой службы, потому что не заплатили вовремя. Статистика свидетельствует, что около 10% потребителей платят за использованный газ с опозданием. Приходится к ним применять нестандартные меры, то есть прекращать газоснабжение, подавать, составлять нотариальные надписи для оформления в суде. Также для всех потребителей должно быть, как правило, снимать показания счетчиков ежемесячно и ежемесячно их оплачивать. В настоящее время ведется работа по снятию счетчиков поверку, и счетчики, приборы учета должны быть поверены для того, чтобы они отражали полный расход газа. Сейчас идет поверка газовых счетчиков, и на предприятии «Барановичий газ» предусмотрели, как это сделать с минимальным беспокойством для людей. И сейчас ведется работа по снятию счетчиков по договорам Мены. Для того, чтобы мы не беспокоили людей постоянно, два раза мы предлагаем свой счетчик, устанавливаем его, и все, и на 8 лет мы больше по этому вопросу потребителям не обращаемся. Но регулярно, два раза в год мы контролируем показания счетчиков, и приходим к людям с начала топительного периода и при окончании топительного периода. В «Барановичах» на учете и обслуживании в газовой службе состоят тысячи абонентов, и только безукоризненное выполнение правил пользования газом помогут избежать трагедии. Времен, связующие нить. Под таким названием в отделе ЗАГС Барановичского городсполкома открылась музейная комната истории свадебной атрибутики. Гости смогли ознакомиться с фотографиями трудовых коллективов, старинными книгами, ритуальными нарядами регистраторов и даже свадебными платьями 20-70-х годов. Постоянными посетителями выставки станут студенты, школьники, участники круглых столов и заседаний. Подробнее в следующем материале выпуска. Музейная комната истории свадебной атрибутики «Времен, связующая нить» открылась в отделе ЗАГС Барановичского горсполкома. В торжественной церемонии приняли участие представители юстиции, управделами городского исполнительного комитета Андрей Семашко, начальники отделов записи актов гражданского состояния Брестского облсполкома. Фото трудовых коллективов руководителей ЗАГСа с момента его основания, документы разных лет, старинные церковные книги, образцы свидетельств, а также ритуальные наряды регистраторов, свадебные платья и костюмы 20-70-х годов, коллекции фотографий молодоженов дореволюционной эпохи и перестройки смогли увидеть на экспозиции гости. Возникла идея создания в связи с тем, что у нас в ЗАГСе оказалось из предыдущих сотрудников несколько экспонатов, и грех было их где-то оставить либо выбросить. Экспонаты очень ценные, это вот в частности, как я сейчас рассказывала, это платье голубое, которым специалист нашего ЗАГСа регистрировал браки начиная с 1978 года. В организации и создании выставки приняли участие все ЗАГСы Брестской области. Музейная комната создана с целью пропаганды семейных ценностей и традиций. Здесь можно увидеть уникальные экспонаты. Книгу брачных уз 1932 года, метрические записи 1913, сохранилась книга регистрации актов рождения 1942 года, которую вел гражданский полицай во время оккупации нашей страны. После экскурсии гости провели заседание методического совета, посетили музей ремесел Агрогородка Русино. В дополнение уже нам были представлены экспонаты из других отделов ЗАГС Брестской области. Вот за что я хочу сегодня поблагодарить всех моих коллег, кто откликнулся к этому, поддержал мою идею и представил нам очень много экспонатов из других ЗАГСов нашей области. Постоянными посетителями музейной комнаты станут студенты и школьники, участники круглых столов и заседаний. В Российском центре науки и культуры в Бресте открылась выставка 1917 «Код революции», посвященная столетию Октябрьской революции. Экспозиция подготовлена Государственным центральным музеем современной истории России совместно с Российским историческим обществом и Фондом истории Отечества. В экспозиции копии редких архивных документов, фотографии, рисунки, плакаты, комментарии историков и очевидцев одного из величайших событий XX века. Материалы охватывают период от русско-японской войны до заключения Брестского мира в марте 1918 года. Многие экспонаты представлены впервые. Это все новости на сегодня. Всего вам доброго. До свидания.